В Челябинске идет подготовка к установке стены памяти. На специальный электронный адрес уже начали приходить фотографии. Специалисты разработали безопасные конструкции для крепления баннеров, а сама Аллея Славы, которая еще два дня назад была покрыта толстой коркой льда, полностью растаяла. На самом длинном ее отрезке и появится стена памяти. Ее длина будет рекордной 1418 метров. О выборе места Ксения Черникова. Мы с вами стоим практически в центре города Челябинска. Большинство, конечно, жителей знает. Это сквер между областной администрацией и старым зданием часового завода. История этого сквера началась вместе с историей города. До революции здесь была торговая Петровская площадь. После 1917 года бульвар стал таким темным и неуютным, что его считали даже рассадником преступности. И только к 250-летию Челябинска старые деревья вырубили, а на их место высадили яблони и елки. Тогда же в 1986-м вдруг вспомнили. Именно бульвар славы сыграл ключевую роль в Южноуральской странице военной истории. Ведь начинается он у главпочтамта того самого места, откуда ушла на фронт знаменитая 244-я танковая бригада. 9 мая 1943-го, ровно за два года до победы, здесь, на крыльце главпочтамта, добровольческой танковой бригаде вручали знамя и наказ защищать честь Южного Урала. На торжественную процедуру съехались представители всех районов области, пришли родственники и друзья добровольцев. Никаких бизнес-центров и кафешек вокруг тогда, конечно, не было. В итоге площадь перед почтантом вместила 45 тысяч человек. В тот день провожали почти 3000 добровольцев. Среди них ни одного юного призывника, передовики производства, комсомольцы-стахановцы. В танковую бригаду целый месяц шел жесткий отбор. Примерно нужно было 2900, около 3000 человек для нашего состава. Именно это Челягинского состава. И заявление было 50 тысяч. В честь танковой бригады на Кировке поставили монумент танкисту. В том же 86-м архитектор Яков Рувимов задумал Большой Бульвар Славы. От нулевой версты до улицы Российской. По плану здесь должно было появиться множество скульптур и памятных досок. Проект «Свернули» Рувимов успел сделать только «Орла». Именно здесь, от улицы Цвилинга до улицы Свободы, то есть от вечного огня в память погибших в Великой Отечественной, до «Орла» в память о войнах-интернационалистах, и появится самая большая в России стена памяти. Ксения Черникова, Константин Дедков, Вести, Южный Урал.